Журналист, представитель Донецка в тристоронней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Ну, вы, наверное, едва ли сможете дать какую-то дополнительную информацию по поводу ареста Медведчука, или, может быть, вы уже успели что-то выяснить? Нет, ничего, кроме того, что президент сообщил, я не знаю. Единственное, что могу высказать версию, что, видимо, он пришел как добропорядочный гражданин Украины в военкомат, и ему выдали форму. И задержали. Но он, по-моему, уже не призывного возраста, господин Медведчук. Ну, наверное, он решил... Добровольцем решил записаться? Вероятно, да. Ну, иначе как он оказался в форме украинской? Для него это, как бы, я думаю, просто привок в душу русскому миру. Ну, тем не менее, что вы скажете про ситуацию на Донбассе? Как она развивается, на ваш взгляд? Ну, развивается прогнозируемая, действительно, ситуация обостряется. Мы видим активизацию боевых действий на Луганщине. Мы видим активизацию боевых действий в районе Мариуполя. Подготовку, скажем так, к наступлению со стороны Харькова. Я считаю, что элементами вот этой подготовки является террористическая, так называемая, угроза в Белгородской области. Поэтому, к сожалению, действительно противник, это уже стало очевидным, хотя это было и понятно, да, готовит крупномасштабное наступление именно на Донбассе. Цель я уже озвучивал неоднократно. Путину нужно все-таки оправдать свое поражение в целом в Украине небольшой региональной победой, потому что он сможет объявить ее как бы основной целью вообще всей спецоперации. Поскольку именно по якобы просьбе главарей так называемых республик Донбасса он и ввел войска для того, чтобы предотвратить агрессию Украины против республик, да, так называемых. Поэтому, в принципе, все логично. Непонятно пока, чем закончится. Но есть надежда, в принципе, как бы обоснованная на то, что все-таки Украине удастся выиграть этот бой. Чтобы выиграть этот бой, Украине нужно, мы так понимаем, более серьезное вооружение. Речь идет не только об вооружении оборонительного характера, но и о наступательном вооружении. От начала войны российские оккупанты показали свою сущность зверскую. Да, все, что они творили с нами, с Мариуполем, с Бучей. И не только. Вот поступила информация о том, что в Мариуполе вчера они могли применять химическое оружие или какое-то, ну, пока что непонятное вещество. Вот станет ли эта информация, возможно, трамплином для наших западных партнеров, чтобы предоставлять нам более серьезное вооружение, как минимум? Ну, мы помним, что президент Байден говорил, что если будет применено химическое оружие, то Соединенные Штаты отреагируют. Вот мы все ждали реакции, но теперь мы понимаем, что нам еще нужно доказывать, что было применено химическое оружие. А как доказать, если город заблокирован? И это, в принципе, позволяет нашим западным партнерам не реагировать, да, либо реагировать, если у них есть соответствующая политическая воля и желание. Единственное, что независимости от, скажем, применения химического оружия, либо его неприменения, мы знаем, что Евросоюз уже принял решение о выделении, быстром выделении вооружения Украины. Мы знаем, что Соединенные Штаты уже согласились поставлять нам сложные системы, скажем, вооружений. Я надеюсь, что это сложные системы, это имеется в виду как раз вот система ПВО. Поэтому надежды есть, времени просто мало, понимаете. И действительно, мы все еще, к сожалению, зависим от поставок вооружений, главное, боеприпасов со стороны наших западных партнеров. Они, к сожалению, скажем, не сильно спешат, да, война не на их территории. Но, вот, кстати, я надеюсь, что сегодняшняя информация, что Россия движет свои войска к финляндской границе, все-таки заставит Запад усилить нам как раз вот поставки вооружений, поскольку все прекрасно понимают, что на Украине сейчас, на территории Украины решается, скажем, судьба Европы вообще, в том числе и Финляндии, и Швеции, как мы теперь понимаем. Поэтому я думаю, что вот этот глобальный ракурс, скажем, как раз вот заставит все-таки Запад ускорить поставки нам вооружений. Вот я хотела бы вам задать еще такой обширный глобальный вопрос, но это очень важно. Как должна закончиться эта война, чтобы мы не боялись, что через месяц, через год, через пять лет наш чокнутый сосед снова направит на нас ракет? Ну, знаете, в идеале, я, кстати, напомню, что Украина не объявляла войну, скажем, России, у нас военное положение, но состояние войны мы не объявляли. Потому что это означает, что тогда мы должны гнать нашего противника до самой Москвы, да, и требовать его капитуляции. В идеале это был бы, скажем, лучший вариант, тогда бы он обезопасил нас, не только нас, но и всю Европу от повторения вот того, что мы видим через несколько лет. Но если быть реалистом, то я думаю, что если нам удастся, и я уверен, что в принципе удастся, вопрос только во времени, да, отогнать россиян с территории Украины, в том числе и ныне оккупированных территорий, в первую очередь Донбасса и Крыма тоже, то это, конечно, нанесет серьезный удар по режиму Путина непосредственно. Я думаю, что это повлечет за собой определенные внутриполитические сдвиги в России, и новое, скажем, новое руководство будет более реалистичным, как минимум. Ну, а еще такой фактор, что если мы выиграем победу на Донбассе, да, битву за Донбасс, то все-таки военный ресурс России будет, ну, значительно сокращен. Он и сейчас, насколько мы знаем, достаточно слаб, да, мы сегодня читаем в зарубежных СМИ, что Иран поставляет там тайные вооружения России. Мы знаем, что ведется мобилизация тайная там во всех сусеках, как говорится, российской территории, да, и за зарубежом в том числе, что и Сирии нанимают на ее. Ну, это говорит о том, что ресурсы уже, скажем так, достаточно поджимают. То есть у них нет проблем с вооружением, у них есть уже проблемы с людьми. Поэтому если мы нанесем поражение на Донбассе и погоним их до нашей границы, освободим свою территорию, то я думаю, что им понадобится время для того, чтобы восстановить свои военные возможности. А учитывая, что все-таки на Россию продолжают, скажем, действовать санкции, то я думаю, что у нее будет меньше возможностей, экономических уже возможностей восстановить свой военный потенциал. Услышали ваш ответ. Благодарны за включение Сергей Гармаш, журналист, представитель Донецка в тристоронней контактной группе по Донбассу, был с нами на прямой связи. Субтитры создавал DimaTorzok